бедный армянский народ после стольких лет режима карабах cf и диктатуры криминала он надеялся что нашел таки истинного руководителя который обеспечит рядовым армянам нормальную жизнь а армении высокий авторитет ни того ни другого не произошло социально-экономические показатели стремятся к нулю а насчет имиджа тут дело совсем плохи после того как ряд серьезных дипломатических проколов никол пашиняна был воспринят в мире снисходительно молодой мол еще зеленый премьер армении окончательно уверовал в свое величие благо армянская идеология позволяет питаться мифами и собственными фантазиями и уверовав свою силу и могущество никол устроил крупнейший за последние годы на евразийском пространстве скандал который уже выбивается из рамок о дкб и принимает межгосударственный характер пашинян заявил перед толпой собравшийся в одном из регионов по случаю его приезда цитирую такие отношения к которым они привыкли с армении больше продолжаться не будут возможно мы малочисленный но великий народ с многовековой историей и культурой будьте уверены что в этих отношениях наше правительство в состоянии защитить интересы нашей страны и с этим должны считаться как видим вот такое мифическое было и величие и достижения культуры в основном прихватизированы у других в армении принято оправдывать все свои недостатки и промахи когда заканчиваются аргументы в дело вступают такие определения как типа великий древнейший и так далее которые только смешат уже международную аудиторию есть еще у них один просто убийственный по своей комичности аргумент из серии вас тут не стояло еще одна цитата из этой серии я хочу прокурором педагогом из беларуси подобным лукашенко их министру иностранных дел напомнить что основателем их государства является александр мясникян один из лучших сынов армянского народа и это значит что уже тогда армянский народ обладал лучшей политической мыслью лучшими политиками и политическим нюхом заявил в интервью армянским сми большой труженик армянского агитпропа ливон ширинян ну что здесь сказать просто смех и грех как говорится армянский политик наверное считает что просто уничтожил белорусских оппонентов еревана таким аргументом ну и что что граждане беларуси прекрасно живут имеют работу перспективы нормально питаются и дружат с соседями зато армении три или нет пять тысяч лет у нее есть чужая долма и чужой лаваш еще свой собственный товарищ мясникян истерику устроил и бывший замминистра обороны армении агабикян на своей странице в фейсбуке сделавшие следующую запись я чувствую себя оскорбленным из-за оскорбления нанесенного беларусью нашей стране я и мои боевые товарищи очень хотим чтобы политические силы представившие заявку на участие в парламентских выборах выразили отношение к позорному поведению нашей так называемой сорвавшей с себя маску страны партнера мы ожидаем что в сми будет опубликована их позиция о чем говорит эта запись о том что всем политическим силам которые не хотят нарваться на немилость власти пашиняна и получить хоть какие-то голоса на выборах необходимо немедленно подключиться к охаиванию президента беларуси который посмел посадить на место их паши няна кто там еще не высказался пока не высказался гагик сарукян у главы процветающей армении крупный бизнес с беларусью и сегодня в армянских сми это ставится ему в вину предатель мол гагик минск продает оружие азербайджану а ты там бизнес крутишь а ну высказывайся кстати стоит отметить что тема руки баку является основной в устроенной армении истерики и похоже дело даже не в должности генсека а в тесных отношениях минской баку именно это дало толчок всплеску хамских выпадов в адрес беларуси и ее руководство а не какой-то пост который в принципе армении ничего не дает не случайно градус истеричности значительно поднялся в период визита в беларусь президента азербайджана можно представить как задел армению меморандум о взаимопонимании между минобороны азербайджана и государственным военно-промышленным комитетом беларуси по развитию двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в области поставок оружия и техники противовоздушной обороны противодействовать сотрудничеству двух стран грозить и обещать кому-то что-то показать все бесполезно бесполезно также призывать в адвокаты москву мол смотри что там баку с минском замышляют за твоей спиной против твоего стратегического партнера остается только хамить хамство и цинизм это последнее оружие слабой стороны а армянская сторона не просто слабо она бессильна можно только посочувствовать армянству которая за свои если верить армянским историком 5 или сколько-то там тысяч лет так и не набралось мудрости чтобы достойно выйти из сегодняшней ситуации